Для ребят и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с сегодняшнего дня в учреждениях социального обслуживания организована выдача сладких новогодних подарков. Однако это не прибавило мясом новогоднего настроения, а наоборот. У здания комплексного центра соцобслуживания с самого утра настоящий ажиотаж и огромные очереди. Некоторые люди злятся и ссорятся. На месте побывала наша съемочная группа. Что в кульке у Деда Мороза? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мясом приходится преодолеть несколько десятков километров. В холод и большую очередь. С сегодняшнего дня началась выдача сладких подарков для детей из приемных и малообеспеченных семей, для детей-сирот и для детей-инвалидов. Казалось бы, новогоднее настроение должно охватить всех, однако вместо этого у входа в соцзащиту и комплексного центра настоящий ажиотаж и скандалы. С 8 утра мы здесь стоим. У меня трое детей. Старшему 17, дочь инвалид 12 лет и маленькая 7-летняя девочка. Здесь вплоть до того, что давят прямо. И почему здесь такой ажиотаж, что стоишь вот в этой очереди, ждешь какого-то подарка, который, можно сказать, купить самой. Но просто из принципа, что государство располагается, обязуется, так пусть оно обязуется. И вот до сих пор я вот с 10 утра уже стою, уже замерзла, один раз ходила погрелась, мне что-то показалось, что я зря погрелась. Как рассказали в Управлении социальной защиты населения, такая ситуация повторяется из года в год. В областной бюджет на проведение ежегодной акции «Подарим Новый год детям» закладывается конкретная сумма, определяется исполнитель заказа, формируются подарки, которые затем распределяются между административными образованиями Челябинской области. Детям МИАСа в рамках акции в этом году досталось 5000 подарков. На протяжении уже, наверное, 10 последних лет новогодние подарки, которые приходят к нам из Челябинской области, из областного бюджета поступают, они в разы меньше, чем есть потребность. Мы по возможности постараемся, чтобы те, кто пришел, во всяком случае сегодня, чтобы они сегодня и получили. Иными словами, общая потребность – 2,5 раза выше, чем реальное количество новогодних кульков. Отсюда и ажиотаж. К тому же ситуацию усугубляют и сами горожане. Получить сладкие подарки можно до 30 декабря. В Управлении соцзащиты выдают детям-инвалидам и детям-сиротам. В комплексном центре – малообеспеченным семьям. Однако большинство жителей пришли в первый же день, тем самым создавая большие очереди. Впрочем, их тоже можно понять, ведь по факту подарков на всех не хватит. Остается надеяться, что предновогодняя эпопея завершится благополучно и каждый маленький житель Миаса получит свой подарок от Деда Мороза. Гузель Шмелькова, Айдар Насыров, УТВ Миас.